да первый в мире зеркальный кубик 5 на 5 на 5 северными пропорциями он сделан вот ну что хочу бятки вам сказать 6 на 6 на 6 уже не будет конечно возможно сделать там грани будут уже скругленные но чести сделать какой-нибудь зеркальный кубой потому что по сути трин 3 на 3 я делал зря наверно делал а 2 2 это же дело уже здесь буквально зеркальный бой потому что ну все да дальше уже будут пропорции неверные но что можно сделать вот зеркальный кубой 2 на 2 на 3 делать я ребята не буду потому что делается элементарно достаточно и сейчас я буду делать то что гораздо сложнее зеркальный 3 на 3 на 4 будет делать сложнее и там достаточно навороченный метод потому что там надо боковые стороны умудриться отрезать и если делать это просто из 3 на 3 на 4 то может не получиться хотя я не знаю это очень интересная вещь но правильно конечно делать его из двух кубоидов 2 на 4 от mf8 но я делать это тоже наверное пока что не буду почему то что я буду делать то что делать еще сложнее я буду делать зеркальный кубоид 4 на 4 на 5 с верными пропорциями 5 на 5 на 6 мне не нужен да и наверное сделать его с верх с верными пропорциями не получится но вот я уже сделал начало его в общем я именно взял обычный кубоид 4 на 4 на 5 фирмы аю именно его я весь эти хитресты буду превращать в зеркальную версию и так как надо то есть смотрите здесь вот с этой стороны перед тем как пилить я снял 6 тех о вернее не 6 а 4 5 там для крышки эти крышки все не снимаются и их можно снять я просто не как бы их вот сюда поставил на место вот этой таким образом с верхней стороны как половина с четырех центральных элементов срезаны их просто заменил там на крышках такая вот будет внутри такая загогулинг короче и надо будет немножко аккуратненько спилить что просто плоская крышка была вставляем сюда четыре крышки а остальное обрезаем то есть половинку нормально подогнал это с одной стороны вот принципе с этой стороны пока мы ничего не делаем мы будем наращивать с 3 стороны как обычно спиливаем там и 3 наращиваем вот так правильно это делать делать его еще сложнее чем зеркальный 3 на 3 на 4 поэтому будет его вот он будет не он меня за всех как бы отыграется так как по сути это в том числе и зеркальный кстати даже будет еще зеркальный 2 на 2 на 5 с верными пропорциями поэтому то есть вместо 2 на 2 на 3 сделал получается 2 на 2 на 5 одновременно если два слоя вращать посередине будет это кстати очень хорошо вот поэтому считайте я тоже сделаю ну а 3 на 3 на 4 зачем мне 3 на 3 на 4 когда у меня 4 на 4 на 5 это сложнее да я время буду экономить коротенькое но я сточил здесь половину с 3 стороны спиливаем вот так ну как обычно в зеркальном кубике надо делать одно измерение это половина всегда стороны половина напротив наращивается кто-то я буду наращивать потом расскажу как это будет затем вот вторая сторона вот это на самая сложная здесь будет вот это тоже надо сточить по сути это одну треть одна треть здесь пять миллиметров то есть здесь 15 миллиметров кубик один здесь на 5 минуты чуть чувству так вот видите размер детали как раз в две третья вот это вот вот этой надо остачивать аккуратно ребята в принципе я боялся делать и в общем суть в том что открывается вот механизм вот такой вот и я боялся что вот круг не уместится но он вроде бы умещается но очень впритык идет очень осторожно то есть как это делать я брал дремель но топилил не вот так вот а как-то больше вот может быть на себя вот так вот это сложно объяснить но как-то вот это все что сделала все отличие и такая штука получается видите вот то есть по сути своей вот на эти штуки на эти шесть по хорошему надо будет клеить квадратики из доски для пластилина но в принципе я расскажу да надо так и делать и третья сторона вот видите то есть раз половина здесь аккуратненько вот так вот стать чего и вот эта последняя сторона надо легонько чмокнуть легонько видеть легонько совсем она лишь чуть-чуть по размеру видите меньше чем вот это ведь всю эту часть меньше вот этой лишь чуть-чуть ведь вот чуть-чуть но видно да что меньше но лишь чуть-чуть нас чмокнуть чтобы здесь ничего не это никакие полости не образовались вот эти центральный момент уже стали живы чтобы эта стеночка тоже осталось жена вот это вот видите то чуть-чуть осталось какие-то пол не знаю не пол миллиметра насколько там чуть-чуть насточить надо вот и таким образом три стороны вот так вот и столько сколько мы сточили с этой стороны мы просто на противоположную наклеиваем наклеиваем мы при помощи досок пластилина как-то делать я уже объяснял то есть просто клеится квадраты нужной формы и собственно все вырезаются ножничками так как из бумаги мы делали трафаретики дошкольниками были мы делаем и здесь тоже самое с доски допустимыми метров вместо клея карандаша у нас приклеен момент нормальный или другой приклеен несут так тоже самое дошкольник справиться с этим вот а как наращивать дочь просто здесь мы сточили вот мы сточили семь с половиной миллиметров здесь но здесь ну 7 ладно 8 нарастим хорошо 8 миллиметров тут будет кропотливая работа здесь вот здесь напротив этой стороны нам надо вот здесь вот вот на эту 5 миллиметров нарастить уже 5 тоже если доска допустили на это один миллиметр то мы 5 стопок 5 слогов делаем ну и напротив этой мы 2 миллиметра сюда клеим все получается вот так вот вот потом после этого очень запарные наклейки наклеивать надо их вырезать вся каждая наклейка абсолютно разная по размеру и наклеить потом на это в общем но есть одно но 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 вот эти как бы две стороны вот эти их по сути они полые видите их надо чем-то заполнить по акселином но здесь беда в том что мы это абсолютно не можем сделать ребята вот абсолютно не можем и потому что некоторые детали их нельзя сделать и в принципе я вот смотрю как то ну это вообще четыре на четыре на пять фирмы аю он основан на механизме исчин но я ну в принципе хорош хорошо работает но все равно такая же у него там хрупкая крестовина да и винты центральные они очень хрупкие там я не хочу ничего заполнить эпоксидка это очень тяжеловес придаст я знаю когда что-то делаете с ними какой-то тяжеловес на эти детали они начинают ломаться ни в коем случае нельзя это допустить к тому же на зеркальном 4 на 4 на 5 но это боже упаси делать сначала 4 на 5 там зеркальную версию вот поэтому я наверное сделаю из истжимовского этого механизма который но это фирма аю но основан механизм видите здесь даже винт центральный такой же в общем надо будет то есть это заполнять нельзя потому что здесь очень хитрые детали особенно вот эти видите два ребра их вообще никак не заполнить не просто полы это крышка насточил вот эти ребра самым сложным заполнить поэтому чё я думаю я думаю что надо это просто покрыть до доской для пластилина вот полость вырезать заплатку как бы и наклеить на поверх детали аккуратненько вот и заски допустим один миллиметр нужной формы и наклеить заплатку на эти две стороны но заплатка на миллиметр добавит и как бы это не очень хорошо поэтому чё я думаю ребята сделать интересную вещь я сделаю сначала плитки сделаю плитки уже готовы из доски допустим здесь в том что-то зеркальный кубик и можно сделать их всех одного цвета ну это поскольку это вообще черный пластик как раз белого цвета и не надо делать наклейки но я сразу делаю готовые плитки то есть я досками допустим и сразу сделаю наклейки которые будут пластиковыми плитками и я их наклею то есть деталь который будет наклеена сюда 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 заплатки сюда сюда и так далее тоже будут готовы плитки и это вот на эти три стороны будет уже сделаны плитки готовые нужной формы очень аккуратно сделать а здесь вот с обратной стороны мы что сделаем мы тоже наклеим плитки нужного размера то есть надо сначала начертить на этой доске для пластилина аккуратненько примусь линейки карандаша такую сетку с наклейками как бы нужного размера все в миллиметрах мы знаем размеры на поэтому это легко можем вырезать потом просто вырезать наклейки вот чем здесь вот очень аккуратно здесь этот стран будет наращиваться поэтому 10 на клейка будет сплитка будет больше чем этот один коротик он будет вытянута очень надо осторожны и вообще но очень аккуратно надо сказать со измерять чтобы проходило по размеру Вот То есть что я думаю сделать То есть наклеить Вот если здесь мы стачивали 5 Значит здесь 5 мм мы наклеим 5 стопок мелких квадратиков А поверх уже нормального размера Клеим плитку То есть нужного размера Как наклейка будет Тоже будет готовой как бы стикер Таким образом Да, когда я все это закончу Обклеивать досками Тоже будет готовой Вот То есть здесь 5 на каждую Клеим и нужные размеры соизмеряем А здесь Вот здесь вот Поскольку здесь мы стачивали 2 Здесь мы Уже 2 клеим И поверх этих 2 мы клеим еще Уже готовую плитку Ну и напротив этой здесь 8 слоев И готовую плиточку опять же То есть надо очень Точно делать, соизмерять Поскольку мы здесь наклеим Уже готовую Они закроют вот этот Вот этот винт Вот этот центр И вообще вот этот механизм И будет Не 4 с половиной слоя И ровно 4 И это будет уже готовый Зеркальный 4 на 4 на 5 Я думаю надо сделать так Будет сложно Не знаю как это делать Особо так никак не делал Но это будут уже готовые плитки По сути будут наклейки Это единственное мне кажется решение здесь Здесь очень полые детали Очень Здесь даже их Не на что вообще заполнять Не знаю что делать Надо Наверное Именно так Здесь надо Чтобы ровненько Было спилено Конечно Очень ровненько Очень Потому что мы будем Сейчас заплатки клеить Помним Эти стороны Они не наращиваются Они просто Как бы Заклеиваются А противоположные Наращиваются Легко В общем я сделаю Расскажу как это будет Да Но пока планы такие Это будет Один из тех зеркальных кубоидов Которые я сделаю Это наверное будет Ну 2 на 3 на 4 зеркальный Сделать элементарно Просто 3 на 4 на 5 Тоже элементарно Просто Не хочу даже сделать Вот Собственно К другим тягой не идет Потом 2 на 2 на 3 Делать не буду К тому же 2 на 2 на 5 Я сделаю вместе с этим Одновременно И с двумя слоями Вращать будет Кстати Я сделал уже Можно так сказать Зеркальный 3 на 3 на 4 Если зеркальную четверку Да Как бы там Средние два слоя Вращать в одном В двух измерениях Да Будет 3 на 3 на 4 зеркальный Тоже Вот И кстати Это тоже 2 на 2 на 3 зеркальный Тоже Если И кстати Тоже 3 на 3 на 2 зеркальный Тоже Это Зеркальная четверка можно использовать как зеркальный 3х3х2 вот а зеркальную пятерку можно как 3х3х5 зеркальный использовать, фактически я это сделал уже просто надо вращать несколькими слоями одновременно несколько головок видите, этот зеркальный? вот можно вращать в некоторых измерениях несколько слоев получается, в принципе, тоже кубой вот а этот он уникальный будет у меня сделаю то есть сразу 4х4х5, все уникальный в интернете были такие они были с неверными пропорциями и сделали с верными пропорциями то есть это сделать вполне реально просто надо аккуратно сточить показать это вполне возможно даже вот в интернете это не так и